Я благодарю моих братьев, которые будут сегодня участниками этого слова, этой проповеди, поэтому еще раз, братья, приветствую вас и очень благодарен Богу за каждого из вас. Мы с вами находимся в серии проповедей, которые мы назвали «Единство с тройцей». Позвольте мне сделать некоторый повтор, потому что в прошлый раз мы говорили о том, что Бог желает, чтобы мы нашли единение с Иисусом Христом. Мы говорили о том, что нашей самой большой задачей в нашей жизни, кто-то говорит, что мужчина должен родить сына, посадить дерево, еще что-нибудь, но я хочу вам сказать, что самой большой задачей каждого человека – это стать единым с Иисусом Христом, это быть с Ним в одно. Это важно, потому что в тот момент, когда ты соединяешь себя с Господом, в твоей моей жизни активируется Божий план для твоей жизни. Мы говорили о том, что Бог еще прежде творения земли, он уже, он уже положил это в своей власти и воле, и поэтому Павел говорит, что все, кто во Христе, а не новое творение древнее прошло, и сейчас все новое. Мы говорили о том, что Бог с самого начала ввел человечество, шаг за шагом, ввел человечество, чтобы мы с вами увидели в этом ценность и узнали, как все-таки нам быть одно со Христом. Это самая великая привилегия и самое огромное благословение, которое может только ощутить на себе человек, соединить себя со Христом. Сегодня мы хотим поговорить о роли Божьего Слова в наших отношениях с Иисусом. Почему важно служение, почему важно служение, почему важно служение Слова на земле, и что происходит, когда Бог говорит для нас. И прежде чем мы будем обсуждать, я хотел бы поделиться некоторыми с вами мыслями, да будет это как домашняя задача или работа для каждого из нас. Итак, служение важно, что служение Слова важно на земле, потому что посредством Слова Бог интегрирует себя с человеком. Иисус интегрирует себя со Своей Церковью посредством Слова. Об этом мы можем научиться из Слова Иисуса Христа в пустыне. Хочу процитировать этот текст Писания, записан Матфея 4 глава 4 стих. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Представьте картину. Иисус в пустыне. Сорок дней поста и молитвы. Кажется, первое, что должно быть в его разуме, в его сердце, это наконец-то покушать. Но он говорит, для меня есть самое главное. Это слова, которые есть на устах Божьих, направленных ко мне. Второе, почему служение Слова важно на земле, потому что это зеркало, в котором мы можем быть преобразованными в славу Иисуса Христа. Предлагаю вам текст Писания, который говорит об этом. Это 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И третье, почему служение Слова важно на земле, потому что это сила Божья, посредством которой Он приводит все вещи в Существование и поддерживает в своей жизни каждого. Заметьте, что написано об этом евреям 1 глава 30 стих. «Сей будучи», то есть написано о Христе, «сей будучи сияние славы и образ и паста си Его, и держа все словом силы Своей». Еще раз обратите внимание, «и держа словом силы Своей». Все Он держит словом Своей силы. Вот почему Слово так важно на земле. Вот почему служение Слова так важно на земле. Вот почему важно слышать, когда Бог обращается к нам Своим Словом. А сейчас я хотел бы перевести нашу беседу на размышления, в котором будут участвовать все братья. И я хотел бы брать и задать для вас несколько вопросов, на которые вы дадите ваши ответы. Итак, как Слово влияет на ваши взаимоотношения со Христом? Пожалуйста. Я поделюсь, как Слово Божие влияет на мою жизнь. Знаете, для меня Слово Божие – это как некая характеристика, которая мне показывает о сущности моего Небесного Отца. Это некая такая характеристика, которая мне открывает о качествах Иисуса, или же о том, кем являлся Иисус и является для меня. Его качество. То есть для меня Слово Божие – это приоритет того, как я могу построить свои взаимоотношения с Иисусом Христом. То есть чем больше я вникаю в Слово Божие, и это Слово живет во мне, тем больше я узнаю о Иисусе Христе, тем больше я хочу, чтобы мои качества, моя характеристика как можно было ближе и соответствовала качествам Иисуса Христа. То есть это как построение взаимоотношений, как в наших семьях. Мы для того, чтобы у нас были хорошие взаимоотношения в семье с женой, с детьми, мы строим взаимоотношения на общении. Мы общаемся. Я не представляю своей жизни, если бы я общался со своей женой, к примеру, один раз в две недели или один раз в месяц, я не мог бы построить взаимоотношения со своей женой. И тем самым, когда я больше вникаю в Слово Божие, когда я больше через Слово познаю, кем являлся Иисус Христос, о сущности Бога, то есть это для меня является примером, и я могу как можно больше через Его Слово, и таким образом Слово влияет на мою жизнь, на мои отношения к Богу, на мои отношения к Иисусу Христу. Спасибо. Братья, кто еще желает? На самом деле, Слово Божие, оно живо и действенно. Оно имеет влияние, когда мы к Нему обращаемся, когда мы Его принимаем. Я помню с самого первого начала, когда самое большое влияние в моей жизни Слово Божие, это было в моей юности, ранней юности. Вообще-то рекомендую читать Слово Божие с Нового Завета, потому что оно открывает спасение, прощение через Иисуса Христа. Но мне в юности почему-то было интересно Старый Завет. Там описываются войны, когда Израиль воевал, когда Израиль проигрывал, когда Бог предавал их. Я как-то следил за этим и читал эти войны, исследуя. Конечно, я болел за Израиля, потому что я был как болельщик. И когда я читал, я представлял где-то в своем ображении эту войну. Но потом, когда дальше исследуем Писание, там написано, как цари, которые управляли народом Божьим, как они ходили перед Богом и как они поступали перед Богом. И мы читаем, что написано, один из царей поступал угодно Богу, Бог освобождал, Бог давал успех, другой из царей, он поступал неугодно. И так далее. И вот однажды, я читая Слово Божие, угодно, неугодно, перечитывая, на одном царе я остановился. И почему-то мне очень стало печально, что царь ввел весь Израиль в грех. Не то, что сам, но он весь Израиль. Бог предал, Бог послал поражение на эту землю. Бог хотел, чтобы народ обратился обратно от греха, от своих привычек, от своих плотских переживаний, чтобы Бог начал искать Бога живого. Я помню, я ходил печально несколько дней, это что-то перевернуло. Это слово, оно буквально перевернуло мою жизнь. И я понял, у меня появилось огромное желание поступать в моей жизни, что бы там ни было, служить Ему угодно Богу. Конечно, это не всегда получалось, но все-таки желание, оно осталось навсегда. Ходить угодно Богу, ходить так, как хочет Бог. Это слово, оно мне открыло Иисуса Христа, открыло спасение. Я хочу... Включенный, да? Я хочу тоже поделиться своим свидетельством, как Слово Божие повлияло на мою жизнь. И здесь в этом вопросе четко подмечено слово влияние. И действительно, Слово Божие имеет силу влиять. Я помню, когда мне было где-то лет 15, и наша церковь была как бы такая подпольная церковь. Официально мы не могли собираться, но мы собирались по домах. Я помню один раз, я пришел домой, даже не зная этого, в нас в доме проходило молодежное служение. И мне было лет 15, наверное, тогда, и тогда Господь очень сильно проговорил мне через Своё Слово. Когда мы встали на колени, мне не нужно было, чтобы кто-то говорил мне, ты должен покаяться, ты должен начать новую жизнь, ты должен начать делать что-то по-другому. Просто все перевернулось в моей жизни. И Господь начал говорить моему сердцу. Слово Божие говорит нам не только через Библию, но Бог лично через Своё Слово Рема иногда обращается к нам. Я помню тот момент, когда я просто стоял там где-то сзади, за дверьми, я просто пал на мои колени. Я плакал перед Господом, я каялся. Я сказал, Господи, прости, с этого момента я начну совсем жить по-другому. И это было начало моей новой жизни с Господом, с Иисусом Христом. И мне не нужно было уже, чтобы папа говорил, не делай этого. Мама говорила, сын, смотри, не поступает, так нельзя делать. Слово Божие, оно контролировало мою жизнь, оно действительно влияло на мою жизнь. И я так благодарен Господу, что был момент, когда Его Слово определило все мои жизни и произвело великое влияние на мои изменения и на духовные перемены. Друзья, позвольте мне подвести итог на этот вопрос. Мы с вами говорили о том, что самой главной задачей на земле человеку быть одно с Иисусом. И самая главная задача Божьего Слова привести нас ко Христу. Привести, чтобы мы с Ним, не только мы были набожными людьми, но чтобы наши взаимоотношения с Ним были настолько глубокими, которые можно было бы назвать единство с Ним. Поэтому, приходя к Слову, начинаете ли вы читать Ветхий Завет или Новый Завет, слушать проповедь или какое-то вдохновение, это работа Божья для того, чтобы привести нас в единство со Христом, в крепкие, яркие, живые отношения с Ним. Второй вопрос, который я хотел бы затронуть сегодня, это, братья, как Слово влияет на ваше поведение и ваше отношение в различных обстоятельствах жизни. Владимир, ты, с тебя начнем. Самый несмелый, потом мне времени не хватает. Особенно в это время я заметил, что Слово, оно по-особенному говорит, если его внимательно слушать. Я заметил в моей семье, моя жена песни включает, слушает и говорит, послушай какие слова. Мы раньше их пели и раньше вдохновлялись, с красивой мелодией, слова тоже как бы мы воспринимали очень хорошо. Но когда приходит такое время, как сейчас, мы по-особенному переживаем и понимаем значение вот этих слов. И вот я думаю, в такие времена приходят в нашу жизнь для того, чтобы мы могли более глубоко переосмыслить, вот как мы воспринимаем Слово, как оно работает в нашей жизни. Не просто поверхностное восприятие, а вот такое глубокое, когда оно актуально в нашей жизни, вот как в эти дни, оно воспринимается намного глубже, намного серьезнее. И я так просто благодарен Богу, что Он дает нам свое Слово. Когда приходит время трудное, человек, который не познал Слово Божие, не принял его, у него может возникнуть паника, разочарование, различные просто потрясения. А христианин, который имеет Слово, в это время он получает вдохновение особенное, потому что Слово, оно говорит, и особенно в такое время. Так что я благодарю, что у нас есть Слово. Братья, кто-то еще желает добавить? Для меня Слово, это как некое, ну, я стою на слове на обетовании, то есть это обетование, когда передо мной возникают разные жизненные ситуации, или мы сталкиваемся с какой-то проблемой, как сейчас мир столкнулся, да, то для меня это обетование, которое Бог вложил в свое Слово на страницах Священного Писания, и когда ты эти вот слова просто провозглашаешь в своей жизни, и ты живешь этим словом, и ты понимаешь, что если Бог сказал, что живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится, то для меня это понятно, что я нахожусь вот под тенью Божьих крыл. То есть, и очень много мест Писания, которые мы можем применять в разные ситуации в нашей жизни, поэтому я, опираясь на Слово Божие, на обетование, стараюсь всегда высвобождать это в свою жизнь, в своих ситуациях. Друзья, Слово Божье, оно имеет потрясающие силы. Мы с вами прочли сегодня, что Он все содержит силой Своего Слова. В любую ситуацию в жизни, в которой бы вы не оказались бы, знайте, что то, что вам нужно больше всего, это Божье Слово. Это Слово, которое посылает Господь. Вы знаете, я иногда в служении, когда становлюсь перед различными ситуациями, мне нужно делать какие-то решения, или нужно что-то советовать братьям, или развязывать любые узлы. Я, как обычный человек, очень часто нахожусь в таком состоянии незнания, неведем. И все, что я делаю, я говорю, Господь, мне нужно только одно Твое Слово, потому что оно сделает меня другим. И это правда, оно имеет потрясающую силу. Когда я услышу от Бога, когда я читаю Писание, вдруг Он мне заговорил и сказал, вот, что тебе нужно, я просто не узнаю себя. Со мной происходят потрясающие перемены, потому что Его Слово, оно высвобождает Божью силу, поддерживающую нас в любой ситуации. Поэтому ищите Божье Слово не только, чтобы иметь отношение со Христом, но для того, чтобы правильно пройти каждую ситуацию в вашей жизни. Итак, третий вопрос. Как Слово Божье открывает для вас дверь к сверхъестественному? Для меня самое большое сверхъестественное Слово Божие – это то, что истина Божьего Слова, она сделала нас свободными. Потому что нигде, ничто и никто из людей не может дать той свободы нам, которая дала Божье Слово. Через Божье Слово мы получили эту свободу. Это для меня самое большое и сверхъестественное действие Бога. И еще один такой пример. Мы по средам из последних моментов, которые произошло у нас недавно буквально, мы по средам здесь молимся за нужды, как церковь, за всякие нужды, которые приходят и по домам кто-то молится, я знаю. Когда мы в среду здесь молились, моя жена включила и по интернету смотрела это служение и было Слово через одного из братьев наших. Дело в том, что наш сын, он весной и у него аллергия на легкие как-то переключается только весной в связи с этой аллергией, он кашляет и как бы астма. Он пропил антибиотики, но оно ничего не помогло и прошло уже длительное время. И когда мы здесь молились, на сцене стояли братья, говорили Слово, которое пришло им по вдохновению от Духа Святого. Один из братьев он говорил и провозглашал, что дыхательные которая астма есть, что она сейчас уходит. Жена в это время включила интернет и смотрела, и она просто принимала это для нашего сына. На следующий день он перестал кашлять. Это Слово, которое оно сверхъестественно просто работает. И я верю, братья и сестры, что в последнее время сила и авторитет Слова Божьего, оно будет возрастать. Потому что мы видим, что наши способности, человеческие усилия, они уже как бы пришли к своему минимуму, но Слово Божье, оно будет брать свой максимум, оно будет действовать, оно будет делать свои сверхъестественные чудеса, настолько мы будем принимать его. Слово Божье, оно имеет силу действительно поднимать нашу веру. И в трудных обстоятельствах, чрезвычайных обстоятельствах просто нам доверять и надеяться на Господа. Я помню момент, когда мы один раз, когда были в Мексике и служили в одном из парков. Там собралась большая толпа людей, они слушали нас. И я заметил одного человека, который просто так стоял в стороне и внимательно слушал. Он был как-то одетый лучше, чем все остальные. И когда я сделал призыв для покаяния, он как-то не отреагировал на это. Я думал, что возможно, это какой-то представитель от Government или City наблюдает за всей этой ситуацией. Но потом, когда мы начали людям раздавать хлеб, когда мы начали раздавать там бесплатно ланчи, он подошел к нам и спросил, «А можете вы за меня помолиться?» Я скажу, «Конечно, мы молимся за каждого человека, за каждую нужду». Но он мне сказал, «Но я не уверен, что Бог может меня простить. Я убийца. Я состоял в банде, я очень много людей просто убил». И в меня в какой-то момент пришла сразу растерянность какая-то. Но потом Слово Божие вот так, в такой ситуации оно наполнило в мое сердце. Я ему говорю, в Библии написано, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, освобождает нас от всякого греха. И меня просто поднялась вера, и я начал молиться за Него. Мы начали молиться, Он сначала стоял, потом Он начал просто кричать. Из Его души вырвалась боль, из Его души выходило вот это все состояние, то, с чем Он ходил многие годы в своей жизни. И вот Он просто упал на траву. Мы продолжали молиться, и в какой-то момент Его лицо просияло. И Он начал повторять, «Грася, Синьор!» «Грася, Синьор!» То есть, «Спасибо, Иисус!» «Спасибо, Иисус!» Он поднялся на свои ноги новым человеком. Слово Божие сверхъестественным путем в один момент освободило человека. Вот такую имеет силу Слово Божие. Слава Богу! Друзья, мы с вами живем в естественном мире. Мы знаем законы нашего мира. Мы знаем все, что происходит с нами здесь. Но есть сверхъестественная реальность. Эта реальность принадлежит Богу, Его Царству, Его славе, Его силе, Его попечению. И Слово Божье абсолютно необходимо, чтобы нам войти вот в эту сверхъестественную, блаженную для нас реальность и пользоваться Божьей силой и Божьей славой. Вы знаете, что люди, которые таким образом живут на земле верой, они делают потрясающие, чудесные поступки. в это время многие люди, даже из нашей церкви, они положили для себя делать добро. Кажется, нужно беречь сейчас все, а вдруг все продлится. Нет, они с верой, уповая на Божье Слово, понимая сверхъестественные Божьи ресурсы, они обзванивают, кому-то пишут, и в кого есть нужда, они поедут что-то, приобретут, завезут или продукты, или другую помощь. На прошлой неделе я в моем слове обратил такую речь, в своей речи сказал, если кто-то из вас желает жертвы для церкви, вы можете это сделать через наш интернет и наш церковный апп, и сразу на фейсбуке, в каменце кто-то написал такую заметку, пастор, что ты думаешь себе, о чем ты говоришь, людям нечем заплатить билы, а ты еще их призываешь жертвовать. Друзья, только слово помогает людям верой, жить верой, видеть невидимое, не быть ограниченными только естественным, поэтому призываю вас, друзья, нет, не роптать на друг друга, не унижать друг друга, я эту сестру не унижаю, я просто приглашаю всех нас направить наш взгляд и жить на основании той реальности, которую открывает для нас Божье Слово. Слава Господу за это. Следующий вопрос, который я хотел бы брать, и чтобы вы поучаствовали вашими ответами, это что помогает вам быть чувствительными и внимательными к слову? О чем сказать, что Библия есть в каждом доме, притом не одна. Сегодня звучит очень много проповедей, учений, различных, различных, различных толкований писания, но, к сожалению, очень многие верующие, они потеряли вот эту чуткость, вот это внимание, вот это вот послушание сердца к слову, что вам помогает не терять вот именно это, хранить ваше сердце вот в такой чуткости. Пожалуйста, кто из вас желает поделиться? В Евреи там написано во второй главе, что будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, вот иметь такую чуткость, особенная внимательность, к сожалению, она приходит, эта особенность, только вот такие времена, когда нам сложно, когда нам трудно, и тогда мы начинаем искать Господа и ощущать Его, поэтому Слово Божие учит нас, чтобы мы всегда были особенно внимательны, вот, я помню время в моей жизни, когда, может, лет 10 назад или больше, я редко болею, а так заболел, оставался дома, не был на работе, и когда никого дома не было, очень тихо, и я стал вникать в Слово Божие, рассуждать над Ним, и Господь начал говорить ко мне новым таким вот переживанием, особенным чувством, которые я раньше не испытывал, и я просто не мог сидеть или лежать на кровати, я лег на полу перед Господом, и просто ничего даже не говорил, но я ощущал Его присутствие, Он мне тогда дал слово о том, что меч, я должен иметь, который есть Слово Божие, и я делился этой проповедью потом в церкви, хотя это было дано в первую очередь мне лично, а потом уже я делился это с церковью, и вот я заметил за собой, что мне легче по-особенному быть чувствительным к Слову Божьему, когда что-то приходит в мою жизнь, вот как Леонид говорил о том, что в Израиле, когда сложность и много лет уже и мадионитяне, и филистимляне, и другие притесняют, и народ начинает вопиять Господу, и Господь слышит их, к сожалению, часто в нашей жизни Господь дает такие времена, когда мы понимаем, что без Господа никуда, и вот тогда начинаем по-особенному внимательному становиться чувствительны к Божьему Слову, но мое пожелание всем, братья и сестры, чтобы в любое время и даже тогда, когда хорошо нам, когда благоденствие и стабильность вокруг, быть особенно внимательными к слышанным, быть чуткими к Его Слову, я в первую очередь говорю это к себе, и это помогает нам слышать Его, и познавать истину, которая делает нас свободными, о чем уже было сказано. Мое пожелание, будьте чувствительны к Слову Божьему всегда, даже тогда, когда все хорошо вокруг, и в трудное время вам будет легче, чем другим. для меня быть чувствительным и внимательным к Слову Божьему в первую очередь помогает, наверное, Дух Святой и состояние в моей внутренности, состояние моего духа, моей души, моего сердца, то есть какая почва сейчас находится в моем сердце, что там пребывает, то есть если эта почва, она приготовлена для того, чтобы Слово туда входило, то оно будет приносить плод, поэтому я всегда стараюсь, чтобы услышать и чтобы Слово Божье, оно действительно работало через меня, нам нужно быть очень чувствительными, внимательными, чтобы именно мы сами были готовы к этому, то есть наше сердце, наши уши, то есть все, что нам дал Бог, чтобы оно было в правильном состоянии, и была правильная почва, чтобы мы могли через это как-то чувствовать, замечать других людей. Один стих, который написан Иоанна, 14 глава, 26 стих, «Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Дух Святой здесь написано, о Духе Святом Он делает нас способными, Он делает нас особо чувствительными к Слову Божьему. Слово Божье говорит, Он утешитель, Он научит и Он напомнит. Мы способны забывать, мы способны послушал, забыл, нам кажется, что мы забыли, но проходит какое-то время, приходят какие-то трудности, и мы как будто бы откуда-то достаем с какой-то памяти, с какой-то, с какого-то запаса, с какого-то источника, и Дух Святой Он нам напоминает именно то Слово, к которому мы должны обратиться на тот момент, который, оно нам необходимо. И я думаю, что Дух Святой, Он самый больше делает нас, христиан, чувствительными к Слову Божьему. Чем больше мы даем места, чем больше мы даем Ему свободы, Духу Святому, тем больше Слова, оно становится быть чувствительным нашей жизни. Подводя итог, наверное, я скажу следующее, что очень многое зависит от нас, от нашего решения. Мне кажется, я хотел бы посоветовать всем нам сегодня, что нам нужно полюбить, нам нужно развивать в себе жажду к Слову. Жажда – это такое состояние, которое нужно подогревать, потому что у нас нет естественного какого-то вот инстинкта вот кушать Слово. Но когда мы начинаем любить Слово, Дух Святой имеет всегда возможность принести для нас вот свое послание, которое приходит от Бога. Но хотел бы задать для вас вопрос, а что делать, когда ты слышишь Слово, оно тебе неинтересно? В моей жизни я понял, когда Бог работал с моим сердцем, я понял следующее, что мне не только нужно любить Слово, развивать во мне жажду, но также мне нужно быть внимательным, потому что часто Бог пытается научить меня тому, что мне на сегодняшний день вроде бы и не нужно. Научить меня о том и другом. И когда я понял, что в этом есть особенность, я должен быть всегда жаждой независимо, это мне интересно или нет, а наоборот вникать в свое внимание все, что происходит в моей жизни. И тогда в моей жизни начали просто проходить чудеса. Самый даже неинтересный проповедник стал для меня потрясающим благословением. Почему? Потому что даже порой стих, который он прочтет, фразу, которую он скажет одну или две, оно для меня приносит взрыв откровений и вдохновения. Следующий вопрос, который я хотел бы брать и задать для вас и поразмышлять немножко, что вы делаете с принятым словом? Писание четко говорит нам, что сеятель вышел сеять. Бог посылает свое слово. Но должна быть почва, должна быть некий процесс. Вот, что вы в своей жизни делаете с принятым словом для того, чтобы оно принесло в вашей жизни большой плод? Есть написано такое слово за Мать Иисуса, Марию. Написано, она слагала все слова в свое сердце. Сердце – это место, куда мы можем слагать Слово Божие. Но очень важно, чтобы там было, в этом сердце всегда было место для Божьего Слова. И когда мы слагаем это слово в сердце свое, то есть мы складываем эти слова в своем сердце, придет момент всегда в нашей жизни, когда оно даст свой плод, даст свой всход, и оно принесет благословение в нашу жизнь. И, конечно, когда мы это слово слагаем в наше сердце, следующее, то, что мы должны делать, над этим словом рассуждать. Почему Бог послал в это слово именно в данную ситуацию? Что Бог хочет сказать через это слово для меня? У меня в жизни очень много было случаев, когда я, читая Слово Божие, и Бог как-то поособенному выделял какое-то место, какое-то слово, и я начал над ним рассуждать. И я потом видел, как это слово как-то реально воплощалось в каких-то обстоятельствах, в молитве за людей, в каких-то нуждах. Бог через это слово не только мне проговорил, но Он говорил кому-то еще. То есть, восполнял чьи-то другие нужды. Очень важно рассуждать над Словом Божьим, когда мы принимаем его. И следующий этап, очень важно, наверное, это слово, над которым мы рассуждаем, которое мы приняли в сердце, написано «растворить его верою в нашем сердце». Слово Божие, если оно не растворенное верою, оно может остаться бездейственным. И если мы принимаем Слово от Господа, и если мы позволяем это Слово быть растворенным в нашем сердце верой, действовать, тогда мы начинаем что-то делать с этим Словом. Оно начинает работать в нашей жизни, и оно начинает совершать какие-то действия. Посмотрите, все пророки, все люди, кого Бог призывал на служение, во-первых, они принимали это Слово, и потом они растворяли в своей жизни, и после этого просто на основании обетования это Слово они начинали действовать, были успешны и благословены в своей жизни и в служении то, которое верил им Господь. Про Леонид, как ты, что ты делаешь со Словом, когда Бог говорит тебе? Во-первых, Слово Божие говорит, что вы уже очищены через Слово, оно очищает нас. Когда мы очищены, на самом деле, когда мы очищены, как ветвь не может сама по себе приносить плода, но она на той лозе пребывает, то виноградар приходит, очищает ту ветвь. Когда мы очищены, мы начинаем приносить плод, мы начинаем что-то делать, и нам хочется это делать, потому что мы очищены. Слово Божие, оно просто производит свою работу. Так много сказано братьями, но мне кажется, это похоже на ту притчу, о которой сказал Иисус, что хозяин, уходя в дальнюю страну, дал таланты рабам своим, и они употребили их в дело, и принесли еще дополнительно столько же, сколько пустили в оборот. А один из них завернул в платочек, спрятал и ждал, чтобы вернуть то, что он получил, точно так же и со словом, которое приходит в нашу жизнь, оно должно работать. И вот поэтому я молюсь о том, чтобы слово, которое я получаю в свою жизнь, мне нужно самого себя предложить Господу, быть готовым к тому, чтобы это слово работало, чтобы оно не оставалось бесплодным. Немножко, может быть, в другой сфере, но, как псалмопеец говорит о том, я рано предстану пред тобой и буду ожидать. Вот это состояние ожидания, если я получил для себя слово от Господа и я ожидаю, то, естественно, когда я что-то ожидаю, я готовлю свое состояние. Если Господь сказал, я через тебя буду совершать определенную работу, то я читаю, нахожу те места, я подготовлю себя, я держу себя чистым перед Господом, чтобы он мог меня употребить в том, к чему он меня призвал. Поэтому вот это состояние ожидания нам необходимо, чтобы слово, оно работало, полученное нами. Спасибо, братья. Я немножко скажу о своих переживаниях. Знаете, когда в мою жизнь приходит слово, первое, что я делаю, я пытаюсь его хорошо понять. Что значит хорошо понять слово? Я, для меня является показателем, что я его понял, когда мое сердце наполняет такая радость, что я готов прыгать. Я готов радоваться, как маленький ребенок, потому что я понял, что за этим стоит, что открывает Бог. Поэтому в моей жизни приходит первое это осознание, процесс осознанием. Вот результатом всего этого всегда во мне это огромное свидетельство радости и внутреннего торжества, которое позволяет мне соприкоснуться с Божьей истинной. Второе, я остаюсь в этом иногда неделю, две и даже больше. Я углубляюсь, я напоминаю это себе, я возвращаюсь, я снова его читаю, я снова задаю Богу вопросы, я снова, покуда я могу, я делаю это до тех пор, покуда я начинаю себя видеть в этом. То есть, я чувствую, когда я готов в этом уже шагнуть, в этом двигаться. Так было в моей жизни в начале служения, когда я дерзал молиться за людей за исцеление, когда я начал иметь дерзновение делать какие-то другие вещи, это не потому, что я был сам надменный гордый человек, потому что мне это позволило Божье Слово. Друзья, это процесс, в который приглашает вас Бог. И когда в вашем хранилище сердечном накапливается много вот таких переживаний, то Дух Святой в нужное время Он просто оживляет их. Вы столкнулись с ситуацией, вы не знаете, что делать, вы не знаете, как реагировать, и вдруг Дух Святой Он их напоминает, Он оживотворяет, и вы входите в атмосферу Слова, которое вы ходили, возможно, две недели назад или два года тому назад, поэтому это очень важно, чтобы нам правильно принимать Слово. И последний вопрос, братья, очень коротко мы на его ответим. Можете ли вы назвать те вещи, которые лишают ваше сердце способности слышать Бога и реагировать на проповедуемое Слово? Что вам мешает вашему сердцу быть чувствительными? Например, я вам вот задам еще такой дополнительный вопрос. Вы пришли в собрание, была хорошая проповедь, других она коснулась, а вас нет. Вы хотя бы один раз анализировали, почему вас не задело, почему кто-то сокрушался, а вам было так скучно, очень скучно. Вы хотя бы один раз измеряли свое сердце, рентген делали себе посредством так же Слово. Пожалуйста. Да, это все говорит о состоянии моего сердца. То есть, когда мое сердце, оно погружено какой-то суетой, какими-то другими заботами, то тяжело, чтобы что-то вошло туда. И я понимаю, что это как вот важно очень расставить правильно приоритеты. То есть, если твоим приоритетом является Иисус Христос, и ты пришел к примеру на служение, то ты понимаешь, что все обстоятельства, которые, возможно, ты как-то расставил в своей жизни, и они тебе мешают просто, то ты должен выставить свои приоритеты так, чтобы у тебя ничего не мешало, то есть, тебе был доступ к тому, что ты получаешь. А когда твое состояние находится в неких таких обстоятельствах, которые тебя просто поглотили, тебя загрузила суета какая-то земная сегодня, и ты просто закрыт для того, чтобы тебе что-то пришло хорошее. Спасибо, Александр. Кто-то еще братья желает? Ну вот он сформулировал почти все, что я думал. Притча о Сеятеле, там написано о том, что слово, которое упало в тернии, вот оно подобное, человек, который вроде бы не воспринимает слово, но заботы, веркость его заглушают, и оно бывает бесплодным. Вопрос был о том, что мы лично, что я лично в своей жизни вижу, что лишает меня способности слышать слово, и чтобы оно работало в моей жизни. Я думаю, что над этим нужно работать каждому из нас, и мне лично, в том, чтобы слово слышанное, оно было в хорошей почве, и чтобы, как Александр сказал, приоритеты были правильные, потому что заботы, века сего порой для нас выше, чем то, что мы услышали в слове для нас. Вот над этим нужно работать и мне тоже. Наверное, еще важно вот в такие моменты, когда мы слышим слово Божие, просто молиться, Господи, что ты мне хочешь сказать этим словом? И опять же, мы говорим о состоянии нашего сердца, то есть, когда мы идем даже в церковь, служение, просто молиться о том, Господь, открой мое сердце сегодня, чтобы я мог принять слово Твое. Иногда бывает так, что слово звучит, и рядом человек получает благословение, а рядом кто-то вообще не получает. Бог иногда может говорить через незначительные вещи, Он может говорить нашему сердцу, но насколько мы готовы. Я вот вспомнил как раз один момент, когда в моей жизни было как-то мне было трудно, и я попал на одну молитву. И там не было даже, не проповедовалось еще слово, и там было больше старших даже людей, и они пели песню такую, Иисус, мой источник в земле сухой. И это слово, источник в земле сухой, а мне сердце в то время было сухое. Я почему-то хотел так искать, искал Господа, хотел каких-то изменений близости с Господу, и это слово просто пробило меня. Мне больше не нужно было ни проповеди, мне не нужно было никаких слов, это слово настолько у меня, ну, просто настолько достало меня, что мне было достаточно вот этих слов, Иисус мой источник в сухой земле, и я получил благословение. Очень важно, очень важно, просто чтобы иметь готовое сердце, чтобы и, когда наше сердце готово, тогда ничто не помешает нам принимать Божье Слово. Друзья, наше время пришло к заключению. Я хотел еще раз сказать вам, что Бог дал нам потрясающую возможность, чтобы через Его Слово мы могли стать одно со Христом, войти во все благословения, во все драгоценные и славные наследия, которые Бог открыл нам во Христе Иисусе, и вы это можете сделать посредством Слова. Продолжение следует...